Всем привет, с вами Лебиной, и сегодня я хочу рассказать вам о таком планшете, который только буквально пару недель назад появился на рынке, как Digma City 8589 3G. Это 8-дюймовый планшет за 5000 рублей с хорошими характеристиками. Игровой планшет для ретро-геймера, можно и так назвать. Выглядит он вот так, с достаточно тоненькими рамочками по бокам, сзади был логотип Digma, но я наклеил тут наклейками друзей. В общем, почему я купил этот планшет? Я всегда пользовался планшетом без своих каких-то нужд, то есть там сейчас планшет заменяет на ноутбуки, компьютеры и так далее, но это мощные планшеты. Здесь с его характеристиками многих вещей не сделай, но как я использую, я устанавливаю торрент клиенты, скачиваю сюда эмуляторы, проверяю некоторые игры, иногда поигрываю через подключение ОТГ-кабеля на димпаге. И у меня был прошлый планшет от Digma. Ну, Digma это фирма, да, такая китайская, хотя на самом деле написано английское, но собирается в Китае. Я давно их пользуюсь, у меня есть читалка с электронными чернилами от них, вообще я хорошая за свои деньги. До этого был вот такой 7-дюймовый планшетик, я обратно в коробку упаковал, то есть он был не на совсем хорошем процессоре от ROG-чипа, поэтому местами тормозил, хоть там иди к оперативке, но я тем не менее остановил все функции, удалил там гугл карты, гугл фильмы и так далее, и работал он сносно, то есть ютубчик посмотреть, ну на таком дешевеньком экране было можно. Пластик здесь дешевый такой, под кожу, видите как сделан, то есть я это не особо люблю, но не для этого я его покупал, чтобы кому-то показывать, что у меня как типа айпад, смотрите все. Здесь было очень удобное извлечение, карты памяти горячие извлечения, вот прям, без открывания слота какого-то, и все кнопки вынесены наверх. Мне это было очень удобно, очень мне это нравилось, но все-таки он был хубоват, но знаете, за эти деньги, которые сейчас его продают в данном видео, за 2-300, я считаю лучшего искать и не стоит, но тут появляется вот этот дружок. Его характеристики, я потом еще по внимателям не покажу, 8 дюймов, 9-ый андроид, 2 дега-оперативки, негеотековский процессор, не самый плохой, тянет нормально, батарея на 3500 ампер-часов, нету LTE, есть 3G, 2 синьки, большие, единственное, то есть они вставляются прям себе ком. Ну вот, и про этот планшет нету еще и не было ни обзоров, то есть маленький какой-то краткий магазин DNS и два отзыва. Один из которых, мужик там писал, что типа тут дешевый пластик, не стекло, ну, мужик за 5000 рублей, ну о чем ты говоришь, какое стекло, вот, и что он игры не тянет, ну конечно он и потянет, ну ты покупаешь устройство там не за 15, не за 20 тысяч рублей, ну как в Китае можно, да, 15-17 купить сяомовский планшет, он будет во всем лучше, но это 5000 рублей и уже в России. Ну что, пойдем за стол, я вам все покажу повнимательнее и вы сами сделаете выводы, прав я или прав эти люди, которые за 5000 рублей засирают этот планшет. Ну, для начала посмотрим поближе этот планшетик. Сбоку у нас находится кнопка включения блокировки и также качельки громкости, снизу разговорный динамик, со второй стороны ничего, сверху разъем microUSB и мини-джек выход 3,5 миллиметра. Сзади у нас камера и один динамик, то есть достаточно такой паршивенький, но я все равно через наушники всегда слушаю. Здесь уже просто матовый пластик, без всякого задела под кожу, как на прошлом дешевом планшете. Как и говорил, 8-люмифон, да, у него есть сверху рамка, снизу рамка, но боковые достаточно узенькие и я как его взял в руки, я ожидал подобное что-то, как прошлый планшет. Нет, в руках смотрится приятно. Вот так у нас выглядит 9-ый Android, вот его менюшка, я сюда установил свои какие-то приложения и мы, допустим, проверим для начала эмуляторы, для чего его использую. Допустим, начнем заново игрушку Adventure Island. Звук сделаю потише. Я играю обычно на геймпаде, но тем не менее вы видели, что игра запустилась достаточно шутерненькая. Сейчас у меня планшет работает не по 3G, я подключил через точку доступа Wi-Fi. Wi-Fi раздаюсь с телефона, Tele2 у меня оператор. Давайте на примере YouTube зайдем сразу на мой канал, чтобы без лишней рекламы, да. Ну и судите сами. Самое интересное, я рассказываю уже о своих роликах. Достаточно быстро, да, все загрузилось? Я не понимаю о какой тормозной работе говорит народ. Все работает достаточно шустро, быстро, цвета приятные и сочные. Отклик у планшета очень приятный, то есть чувствителен к пальцам. И для моих функций, то есть он прям вообще топовый. Тут единственное, не было своей какой-то галереи, я ее установил отдельно. Проводник более такой надежный установил, более понятный. Вот, ну и все остальные приложения. Вот, к примеру, да, давайте зайдем в тот же самый Instagram. То есть он достаточно тяжелый, можно сказать. Скролинг, конечно, не идеальный, но все работает хорошо, все грузится быстро. Поэтому, ребят, в Citilin, вот как я его купил, 5000 рублей за этот планшет, на мой взгляд, цена очень хорошая. Ну, что вы найдете за эти деньги в магазинах, в наших, в российских? Ну, я думаю, вряд ли что-то подобное с этими характеристиками. Вот, я вот так вот покажу. Если нужно, нажмите на стоп и повнимательнее посмотрите, что тут есть и стоит ли его покупать. Можете, если вы видите, пощупать его сами в магазине. Вот она, модель этого планшета. Как я и говорил, к нему спокойно подключается вот ЭГ-кабель. Я заказал к нему еще клавиатуру, мышку. Ну, чтобы можно было играть в удобнее в такие игры, как Doom и так далее. Как только закажу, снимем ролик, посмотрим. Да, это у меня игровой канал, но, тем не менее, вот это вот игровой планшет для ретро-геймера. За 5000 рублей не особо вредит вашему бюджету. И, на мой взгляд, вот этот вот 8-гюймовый малыш многое может. То есть, 7-гюймовые планшеты сейчас не особо актуальны, так телефоны почти у всех такого размера. Ну, а 8-гюймов уже как-то поприятнее. Я его в обложку всегда засовываю. То есть, мне очень удобно. Телефоном стараюсь пользоваться меньше, как прихожу домой. Ну, и видео на YouTube приятнее смотреть на более большом экране. Ну, и плюс, лишь не раз мне не носил аккумулятор телефона. Так что, надеюсь, было интересно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok